Итак, все знают, что рано или поздно, в процессе геймплея, тренеры могут встретить два идентичных или просто похожих к ивона. Но выбрать бывает крайне сложно. Клафей Володжи Глепуф, Торреса Снорвакс, Каффер на Шифтре, Пинсер Сайтер, Бьютифлай и Тастекс. Ну вы поняли. И вот в таких случаях я и придумал данную рубрику. Данный выпуск будет пилотным. В нем мы сравним двух жуков, обитающих в Верзианском лесу. Это Бидрилл и Бадарфей, дорогие друзья. С вами Еха. Это моя новая рубрика «Кто хуже?». Итак, для начала взглянем на обоих покемонов в целом. Оба наших пациентов имеют первый лучший тип. Второй тип различается. Летающие ядовиты у Бадарфей и Бидрилла соответственно. У первого 5 слабостей. Летающие Х2, Бад каменный Х4, огненный Х2, электрический ледяной также по Х2. Помимо этого имеется иммунитет к земляным атакам. Бидрилл же имеет всего 4 слабости. Летающий, каменный, огненный и психический. Все по Х2. Зная это, продолжим сравнение данных покемонов дальше. Итак, статы обоих покемонов вы будете видеть на экране. Они будут идти более-менее медленно и поочередно с подписями, чтобы вы видели. Собственно, их статы могли сравнить визуально. Итак, начнем сравнение. У Бидрилла больше ХП. Помимо этого, он сильнее и быстрее. Матрик лишь берет, потому что он в дефе, спецдефе и спецатаке. Атаки у Матрик не совсем соответствующие. На 4 действительно от такого же приема. Не забываем про предыдущие атаки с предыдущих эволюций. Две специальные и две физические. Остальные же статусные. Ну, типа порошков. С темпами все в целом нормально. Однако, за исключением теневого шара и психики, все либо не специальные, либо статусные. Что как-то странно для покемона, у которого из двух наших кандидатов спецатакал выше. Бидрилл же... Ну, даже не знаю. От учения гонения, которые бурсят, все таки физические, и что в целом неплохо для его статовки. Единственный минус. Их сила, как бы так сказать, около 15. Ну, не забываем про фуриаток и еще одну атаку, которая атакует несколько раз, и сил может достигать до 50. Ладно, допустим, слабенько. Ну, чё сказать. Темпки для бидрилла, в принципе, нормальные. Много статусных, как у Баттерфлей. Но, кстати, есть сравнительные хорошие. Гипер луч, воздушный аз, хотя бы для меня в ладью линии, что вы можете его выучить. Грязевая бомбом, в конце концов. Также хочется сказать то, что я сравниваю данных покемонов в рамках третьего гена, конкретно в игре Pokemon FireRed. Для тех, у кого могли возникнуть вопросы, почему они перечислили другие атаки, ну, 4 или 5 поколения. И что же у нас в итоге? В итоге же мы имеем двух не очень нехороших покемонов. Бажевая, ну или жучьего, кому как удобно, типа. Каждого из них можно использовать не дальше, по моим подсчетам, чем четвертого гена. Дальше они слабые и просто бесполезны. Ведь можно поймать покемонов гораздо сильнее и гораздо лучше. Те жуки есть гораздо лучше. Сайтер или Пинцер, зависимости от вашей версии. По моему сути, но мнение, Баттерфри хуже. Ваше мнение может отличаться от моего, и это Норфа. Примерно так же, как и Баттерфри, можно использовать, например, ну не знаю, Бульбазавра. Статусные атаки те же. Базовые атаки типа толчка. Да и в целом, Бульбазавр, если его выбрать, а он на самом деле лучше с этой Виканта, что я сейчас не хочу доказывать, будет гораздо лучше, чем Баттерфри. Берил же, тут тоже, как по моему мнению, не скажу, чтобы он тоже был хорош, но хотя бы он не так плох, потому что в его мувсетах, его тмках есть хотя бы атаки, которые соответствуют его статам, и можно успешно использовать. У него почти нет специальных атак, что играет только на пользе сравнения с Баттерфри. Итак, это был мой пилотный выпуск рубрики «Кто хуже?». Пишите ваше мнение в комментарии, как вам такой коротенький, быстренький формат рассуждения, как вам, в принципе, мой выбор на такой пилотный выпуск, и кого бы вы хотели увидеть в следующих выпусках. Ну что, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все ссылки будут в описании, всем спасибо, всем пока.